Всем привет, друзья! Вы на канале Шедлигровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы снова в кланке Hero. И, как обычно, наши синющие соседи пытаются нам вручить три вот этих вот прекрасных монет, чтобы мы с вами не обанкротились. Спасибо синющим соседям. В прошлой серии мы прошли с вами полностью темный лес, но, к сожалению, следов жены обнаружено не было. Не нашли, никаких не труселей, ничего более другого, что, возможно, она могла оставить, когда ее уносили. Хотя, мне кажется, что не ее уносили, она кого-то, скорее всего, тащила, чтобы мою жену похитить, армия нужна была. Вы видели ее вообще? Ну вот. Вот и я тоже начинаю задумываться, куда подевалась моя супруга. Но идем дальше. Идем дальше, не сдаемся. У нас открыты три слота, ждем еще артефакты, что-то маловато артефактов. Зато скиллов у нас уже побольше, смотрите, сейчас не туда, как обычно, минуточку. Зато скиллов у нас уже вообще дофига. Артефакт один, а скиллов уже три. Почти половину всех открыли. Двойной прыжок, появился выстрел, ну и умение пробивать головой пол. Тоже неплохо. Ну, не головой, а ведром в нашем случае. Так, мы идем с вами сейчас, давайте вспоминать, куда. Да, мы идем с вами в озера, который в темном лесу или в красивом лесу, можно здесь двух мест попасть. Но сначала, сначала, сначала по вашим заявкам. Иду домой. Иду домой, и вы сказали, чтобы я выпил вот это вот чертово вино, да? Я, конечно, хотел с женой его распить, но раз вы настаиваете. Доставляет много радости, постоянно увеличивает максимальное здоровье на 10 хп. Не пригодится ли оно нам где-нибудь? 10 хп, это ни о чем на самом деле-то. Ну ладно, давайте. Просто я думал, может быть, если нам понадобится много денег где-нибудь на что-то, она стоит дофига. Дороже всего она стоит. 375 монет у меня ничего не стоит. Оружие только. И то метла дешевле. А вот посох, по-моему, столько же. Ну ладно, выпиваю. Выпиваю, сразу же хлеб. И смотрим, должно быть 110, да? Да, у нас получилось 110. Ману пока увеличить нечем. Увеличим ее попозже. Стали чуть-чуть здоровее. Ну, поехали. Поехали, жадный крот. На твоем такси нам нужно, наверное, красивый лес, да? Сейчас вспоминаю, где-то дыра была. По-моему, красивый лес. Подожди, темный лес. Это вот там. Ну, давай, красивый лес, через верх зайдем. Я надеюсь, не слил просто так 35 монет, потому что... Ну, отсюда будем добираться. Что делать? Так. Третий уровень вниз. Нам в любом случае вниз. Тут мы уже картошку забрали, которая была у нас здесь. И все. Пошли вниз. Да, вниз. Вниз, вниз, вниз. Смотрим. Все в 60-то этих книг. Так, стоишь, деньги собирает. Что, самый богатый, что ли? Вниз, вниз, вниз. Камень все что-то. О, камень. Это же лечение. Блин, как я люблю этого медведя. Ему бы еще магнитофон. Ну, знаете, такой... Или наушники. Я бы наушники на него набросил. Все, у нас теперь полноценные. Две линии. Без урезок. Без ужимов. Без экономии. Ну что, пошли. Туманное озеро. Новая локация. Женушка Брунильда. Дорогая, я иду. Ого. Вот этот упал. Конечно, у меня нет карты. А что так туманно-то? О-о-о-о. Да тут одни маньяки. Здрасте. Извините, а вы не видели жену мою? Я предупреждаю. Я мотыгой бью очень больно. Это... Это... Это NPC. Том тот. Здорово. Крутое ведро. Спасибо. Крутая... Это... Горшок. И что у тебя тут на лице? Спасибо. Шикарно, да? Твой маск тоже ничего. Боишься, что люди увидят вы настоящая личишка? А я мог бы спросить, идет то же самое. Ладно, сменим тему. У тебя есть для меня задание? Можешь мне продать что-то полезное? Продать нечего, кроме одной прекрасной вещи. Но она бесценна. Твоя жена? Нет, нет. У меня предмет, который может тебе очень помочь. Можешь сказать, что это? Только если принесешь мне экскременты орка. Фу. Что, дерьмо орка? Тебе правда нужно дерьмо орка? Ну да, оно нужно мне для тайного зелья, которое может спасти жизнь моего рода. Твои запросы странные на вкус. Что значит на вкус? Рофус, ну так и быть, принесу тебе орочи фекалии. Есть где их найти? Ну догадайся, где найти орочи фекалии. Неа. Они очень редки. На самом деле, орки любят облегчаться подальше от жилья. Так что это будет непросто. Черт, еще одно странное поручение. Ну ладно, я вернусь, если найду это. И ты дашь мне что-то, что ты мне даже не назвал. Именно. Наверное, что-то точно, наверное, бюстгальтер от жены остался. Звучит увлекательно. Пока, пока. Намечательно. А как мне выбраться с этого озера? Кто не знает? Нет, я не могу выбраться с озера. А я, кстати, и влево не могу что-то пойти. Люди, у меня проблема. О, у меня-то я тут зависаю. Кстати, игра очень сыроватенькая. Очень сыроватенькая. Прямо хоть бы не рассыпалась до нашего прохождения. Не знаю, когда там патчи прибудут. Вот тут я вот застрял фактически. Я не мог сейчас двигаться ни влево, ни вправо. И тут плюс еще при загрузке. Есть определенные проблемы. Врагопедия, например, у меня при загрузке исчезает полностью. Я чуть-чуть занервничал даже, что мы всех своих этих... Это смерть. Это смерть? А что тут делать-то? Старик, ты знаешь, что там за озеро у вас? Привет, как дела? Я не нашел эксперимента орка. Могу я пойти облегчиться за этим деревом? Конечно, можешь. Только не приноси то, что сделаешь. От него пользы для моего зелени будет. Ты поверь мне, я отлично знаю орочные эксперименты. На запах и на вкус. А, да. Ладно, не буду вдаваться в это странное создание. Пойду продолжу поиски. До скорого. Так вы их едите, да? Короче, меня направо нельзя. Нам, походу, в любом случае надо идти в темный лес. Я туда не допрыгнуто далеко. И плавать я не умею. Да, здесь нужна какая-то способность, которая бы нас туда перенесла. Ладно, народ, как же у меня сюда выбраться? Вот только так. Благодаря нашему супер прыжку у меня... Кто-то упал вниз. Кто-то вниз ушел. У нас появляется возможность... Просочиться через туманное озеро. Минуточку. Ну, так... А, может, неуязвимость надо взять? А у меня ж... А я не брал с собой. Может быть, неуязвимость. Но, я думаю, не сработает. Знаете, почему? Потому что мы с вами уже опытные перцы. Мы с вами брали неуязвимость на колючки. Там, где нас, опять же, отбрасывают. Осторожно. Тут, по-моему, листочек, да. Так вот, брали неуязвимость. И нас даже с неуязвимостью отбрасывает назад. А остров, озеро имеет такой же эффект, как и колючки там, короче. Поэтому это нам не поможет очень сильно. И 20 урона сразу мы получаем. Но это никуда вообще не годится. И где же, блин, как же ж мне... Что это вот, что это падает здесь, в этом темном лесу? Не бронильда ли моя? Так, вниз, 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 вниз. Нет, Макдональдс не идем тогда дальше, дальше, дальше. Нам до четвертого уровня. А там проход мы открывали дверь. Чтобы попасть в темное озеро. Только, опять же, мне это все надо пройти. Мне, как по мне, надо было, блин, брать... Доставку нашего крота. Представляете, сколько мне тут надо сейчас пройти будет. Убить их всех. Но заход обязательно с темного леса. Потому что там точно нужен навык. Навык, который позволит мне какое-то время... Летать, наверное, я не знаю. Тут осторожно. Ну ладно, пошли. Надо было крота, конечно, брать туда. Ну ладно, поздно. Хотя я не сохранялся. Я сейчас могу загрузиться прямо возле своего этого... Возле своего домика. Ну ладно, не буду. А то я венца хлебнул уже и подлечился тут, и... И деньжат подзаработал. Вот тут главное не разбейся. Да, не надо разбиваться. Я эту бомбу обожаю. Всю свою жизнь любил. А его-то как я люблю. Все, можно идти домой. Я не знаю, кто здесь. Уйдите. 37 здоровья. Ну и что с ним делать? С 37 здоровьями. Вон, туманное озеро, проклятое. Сохранение здесь. Здесь... Жесть какая-то. Но бомба, это жесть. Ты полы на линии сразу. 37 здоровья. Сейчас еще на одну наткнусь. И можно уже точно венцо заново будет пить. Привет. Как мне заполучить его косу, интересно? Очень хорошая коса. Очень хорошая коса. Так, это... Это пивна. Не-не-не-не-не-не. Это наверх залезать надо. Там ничего покупать. Вон ходят. Мне направо до сохранения. Там посмотрим. Вообще крота надо в озере искать. Это жесть. Еще этот... Вот этот тип ударил меня... За прошлую серию... Ну, раза два, наверное. Ну, один, может быть, ладно. Сейчас меня уже избили просто. Все, сохраняюсь. 24. Во. Я так и думал, блин. Так, бомба нам неинтересна. Давай сюда. 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 Хорошо. Идем теперь вот. 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 Ну, надеюсь, там не будет большого озера. И тут мне... А, ветки есть. Там и так не было. Все, ветку вижу. Ну, как-то надо перестраховаться. Хотя я тут недалеко сохранен, если что. Не буду страховаться. Давай. Ты, быть, понял, что делать с этим озером? Я нет. Я не понял, что делать с этим озером. Она дает ко мне. Я нифига не понял, что делать с озером. Что там, что там. У нас какие-то проблемы пожизненные. Что за дела? Какого-то навыка не хватает? Так, может, мне не сюда надо идти? Может, мне не в темное озеро надо идти? Чем я назад возвращаюсь? Что я такое? Что я такое плохого сделал? Мне в озеро рано, что ли? Или что? Ничего, не пойму. И с той стороны не зайти, и с этой стороны не зайти. Вы это мочи умели, что ли? Неуязвимость ничего не даст. Мы по каючкам пытались сбежать. Это какой-то навык. Полета, то ли, или я не знаю, чего. Разгона и полета, или еще чего-то. Я в шоке. Ну, давай все равно сейчас попробую разогнаться. Охренеть! Мне, походу, книга нужна. А где же ее возьму? Покупать, что ли? Смотрите, я практически долетаю до нужного пункта. Ну, это не вариант. Это не вариант. Загрузить последнее сохранение. Ничего будем делать. Неужели мне идти в пустоши? Мне явно тут не хватает навыка. Надо было не сохраняться здесь. Мне явно... Мне явно не хватает, откуда ты тут взялся. Реально, откуда ты тут взялся? И что-то проходит. А, я ж умер. Не понял я. Короче, реально надо это, наверное, идти в пустоши. А как я туда запрыгнул? Что с тобой? Да, люди. С озером Пападос. Еще зря сохранился. С двух сторон зашел и не нашел способ перепрыгнуть его. Нет, но есть возможность с книгой и с этим перепрыгнуть. Но это же не выход из ситуации. Абсолютно не выход из ситуации. Где-то крот, интересно, шляется в темном лезе. Нет, эти вот... Борожение тут ни к чему. Да, конечно, деньжат заработает она какую-нибудь еду, но все же. Неужели идти в пустоши? Тут бомба, не забыл? Не, не забыл. Нам все равно с ней надо встретиться будет. Пипец. Она взорвется сейчас прямо возле тебя. Ты в курсе? Ужас. Бомба вообще тут не в тему. О, как-то там не погиб, я не знаю. Как я там просачиваться-то буду. Что-то вообще жесть. Спасибо. Спасибо, подтолкнули меня к мысли. Нет, там можно попробовать прыгнуть издали с самой вершины и запрыгнуть на пустоши. Вот эти вот на самую вершину. Ё-моё. Что-то мне уже замахнулся уже. Я сейчас просто карту обдумываю, та, которая у нас там на той локации. И да, наверное, так и должно быть. Так и должно быть, и никак иначе. Скорее всего, залезть повыше и просто прыгнуть подальше. Возможно, с пером. Возможно, без. Главное сейчас не размышлять. Убьют. Тут нет, четвертого нет, четвертого нет. Там лягуха. Ну, тут где-то лягуха сидит. Или меня уже мерещится? Давай камню. Есть, дошел. Фух, несмотря на все ужасы пережитые, мы с вами дошли до этого места. Давай сохраняться. Медведь, че делать? Точно идти не сюда. Ну, это сто процентов нужен навык. Все, я выбрался из того ада. Ну, и тут я не перепрыгну. Тут рядом камень, нормально. Это, я ж там... Могу попробовать еще раз. Давай еще раз попробуем. С меня ж не угодит. Пока я здесь. Может, я все это не то делаю? Может, я просто не готов? Люди, я стал зависать. Смотрите. Я стал зависать просто на ровном месте. Вот, в некоторых местах. Я не могу двигаться ни влево, ни вправо. И с каждым новым уровнем у меня все больше и больше зависонов. Привет, Туманное озеро. Если я прыгну со всей силы туда. Без расходников. Слышишь, мужик, жесть просто. А ну, давай туда, просто со всей силы. Да, нет, тут полет нужен. Вы видели? Там бомба и монетки над водой. Так, как же тут прыгал-то? Во. Так вот, там над водой монетки лежат. Ё-моё, я что-то не залезу. Жесть. И это точно какой-то полет. На какую-то, я не знаю, до, может, секунды. Наверное, на секунд пять. Это какой-то полет. Это крылья, скорее всего, какие-то должны у нас быть. Иначе мы просто оттуда не выберемся. Монетки бы над водой, они бы не размещали. Поэтому, если мы видим там монетки, значит, всё. Значит, нужен навык. А навык можно получить только в новой локации. А новая локация у нас только одна. Как я тебя испугался, лягушка, ты не представляешь. Ну да. Блин, это ж надо было сюда залезть. Что надо было здесь оказаться? Давай, крот, двадцать монет, вези меня обратно. Здрасте. Да, да, да. Уже путеводитель какой-то нарисовал-то, ё-моё. Всё, тогда пустоши. Сюда никак не пролезть. Наверное. Всё, и дом, милый дом. Я буду думать. Если я смог запрыгнуть на крышу церкви и забрать мешочек, то значит, я туда могу. В суть это залезть. Так, лишний монетки я не буду. Потому что эти все перемещения, они очень затратные. Во-во-во. Ну ладно. А то ещё, видите, без знаний не пролезешь. Любитель крафтового пива. А мне с тем не надо было поговорить. Тот-то вверху. Который мне навык стрельбы дал. Замечательно. И у меня есть идея, может отсюда прыгнуть, конечно, вправо. Со всей силы. Но с другой стороны слишком далеко. Потому что вот здесь, разве что от дома, может быть. Вот, Васт Ленд. Ну, давай попробуем. Давай попробуем повыше залезть. Бо, дилемма. Но выше... выше нет. Ты же уходишь... Ты же уходишь в сторону. Ну да, разве что я голова против меня. Ты же в сторону уходишь сейчас, правильно? Туда ты не долезешь. Всех пчёл перецеловал в округе. Всех абсолютно. Отсюда я не допрыгнул. Хотя вот отсюда, может быть, и стоит. А, нельзя туда. Разве что, так? Нет, тут стекло. Блин, тут стена невидимая. Ну что это такое? Как и сюда, ты не допрыгнешь. Потому что здесь фриз перл. Понятно, ракета нужна. Возможно, и там нужна ракета. Только в какую сторону? Здесь разогнаться не вариант. Не запрыгнуть. Никак. Никак. Может, на дом старушки упасть? Тоже не вариант. Старушка, как туда попасть? Неплохо, неплохо дела. Ты достиг пустоши? Нашёл останки моего душа? Мужа нет? Ищи, но я работаю над этим. Хорошо. Зачастись, когда будет новость. Вернусь пока. Не понято. А как же мне подпрыгнуть чуть-чуть выше? Чем есть? Может, пробить что-то надо было? Так я пробил всё, что мог. И ключ нашёл. Вот у меня супер прыжок был. Видели? Я уже был практически там. А, ну давай ещё раз. Сейчас сломаю геймпад, но я там окажусь. Пипец просто. Это я стреляю уже просто кнопками всеми подряд. Не, тут как-то надо, чтобы тебя забросили, что ли. Это у меня выстрел просто уже выходит. Я туда не могу запрыгнуть. А как же озеро-то преодолеть-то? И куда мне идти? Где общая карта вообще? Карта ещё есть общая? А ну покажи мне карту. Может я хоть что-то не досмотрел? Как мне посмотреть эту карту? Блин. Карта. Нет общей карты. Б. Карта всего мира. Есть. А ну. Вонючее подземелье. Ага. Мировые недра. Туманное озеро. Там я был. В пустошь не допрыгнуть просто так. Вонючее подземелье, народ. Сюда. То, о котором мне рассказывали ещё в таверне. Наверное пробить колодец. Тут больше кроме колодца-то ничего и нет. Оно прямо под нами. Всё. Это туда надо залезть сначала. Сейчас я вылечусь. Нифига себе. Вот так вот, да? Если бы не нашёл общую карту. Сколько бы я тут бродил бы? Всё. Манна восстановил. Я-то могу туда запрыгнуть. Теоретически могу. И у меня есть даже там перспектива зацепиться за край. Но не дают. Но не дают. А где же этот колодец-то сейчас надо вспомнить? С монетками. Вот. Вот сюда мне надо пробить, да? Да. Офигеть просто. Ну и как тут додуматься, что это в колодце было? Не, нам говорили в начале игры, что прямо под нами находятся. Я пытался бить колодец. Всеми силами пытался бить. Понятно? Как вам? Круто. Я сохраниться просто иду. Ну, можно бродить. Тут, конечно, было бы долго. С этим вонючим озером, вонючим подземельем этим невидимым. Пьяными пчёлами. Чуть где-то руки не сломал. И геймпад пока пытался запрыгнуть туда. Даже с меня какие-то зелёные газы пошли. Ну, не с меня, а с Руфуса. Подумайте. Всё нормально. А оно оказывается, просто надо пробить дыру в колодце. Хотя почему колодец забит? И задание нам давало это. Из таверны. Воительница какая-то. Сейчас посмотрю, какое задание. Так, квесты. Спасти Брунильду. Ну, это святая святых. Найти подвеску матери Ваксены. Вот это. Найти подвеску матери Ваксены. Вонючая подземелье в вонючем подземелье. Всё, только один квест у нас с этим связан. Так мы сюда... А, мы бы не попали бы без навыка с ведром. Навык с ведром у нас появился только после тёмного леса. Тут не надо прыгать. Тут не надо прыгать. Ты вылетаешь. И раньше бы я сюда никак не попал. Во. Во! О, новые враги. Деревня вверху. Ну, какой-то костлявенький. Сейчас стрелять, наверное, будет. Значит, зелёное с него летит. Но не долетело. Ладно. Деревня вверху, если что. Значит, после... О, вверх можно. Нет, нельзя. После этого подземелья мы с вами научимся летать. Это 100% полёт мы с вами изучим. Наверное. Блин, новые, новые монстры. Там призрак повешенный какой-то. Денежки. Денежки. Мины всё те же. Ну, вид другой. Ой, призраки. Тут тоже страшно, кстати. Близко нельзя подходить просто. Можно, конечно, в него стрельнуть. Но мана у нас не восстанавливается без камня. И ничего на ману я, кстати, не брал больше. Я взял бронзовый ложек. Это я где пауки? Будут пауки? Давно пора. Все были, пауков не было. А, это я круг сделал. Почёт, понятно. Ой, блин. Вот тут вот опасно, конечно. Конечно. Хорошо. Привет. Ну, пока, пока по стандарту. Монстры. Очень опасных нет. В тёмном лесу был этот, мухомор. Пока мы не удлинили наше оружие. А, вот, вот опасность. Налетит. Не пойми как. Ох, монетка серебряная. Минуточку. Такая мне точно нужна. Я, правда, не даю им как следует меня ударить. Может быть, они потом проявят... О, карт нашёл. Проявят себя потом более жёстко, когда я... Позволим мне стрелять или ещё что-то сделать. Ладно, давай смотреть. Карту. Карта, это важно. Вонючье подземелье номер один. Ага, я в углу. Пришёл туда, куда надо. Справа квестодатель, слева сохранение. Номер два вниз, номер три вправо. Пошли квестодатели. А что это за огонь такой? Такой. Может, сохраниться пойти? Ладно, мы пойдём. Там разберёмся, куда да как. За горшок. С картой уже, в принципе, ничего идти. Тут круг мы сделали. В деревне тоже выход есть, если что. Ну, а что? Канализация под деревню. Деревня, конечно, не очень большая. Канализация очень большая. Оно трясётся. Неплохо. Нормально. Тут можно подрезаться. Так, в этом-то и, собственно, и фишечка. О! Новый пухлик какой-то. Привет, фиолетовый ты наш. Призраки. Я не знаю, где там что-то. Ух. Надо я уже не возьму. Не, я не... Я этого не пойду. Всё. Это будет стоить мне здоровья. Здоровье бесценно. Так, давай туда, потом соберём ту бутылку, которая там в углу. Нет, всё-таки есть раздражающий враг. Есть раздражающий враг в виде... В виде... Привидения. Летит быстро. Неожиданно. Вино обычное. И не знаешь, с какой стороны оно прилетит. Аккуратно. Опа. Очкарик какой-то. Привет. Привет, ты пришёл мне помочь. А ты не тратишь время на болтовню, да? Нет, я учёный, доктор, очень практичный. Очень хорошо. Что тебе нужно и что ты мне дашь взамен? Я здесь, в этом вонючем подземелье, чтобы собрать ингредиенты для мощной вакцины, которая спасёт жизни многих людей. Я собрал почти всё, что мне было нужно, но в какой-то момент огромный зомби со зловонным дыханием атаковал меня. Мне удалось удрать, когда я отвлёк его при помощи одного из моих ингредиентов. На самом деле, одного из важнейших ингредиентов трёхголовой кожаной курицы. Чё? Трёхголовая кожаная курица, она очень важна для моей вакцины. А этот зомби? Хм, боюсь, он её съел. Так, погоди минутку, ты хочешь, чтобы я убил этого зомби, вскрыл его внутренности и достал эту резиновую курицу или типа того? Именно. Как ты видишь, я недостаточно силён, чтобы сделать это самостоятельно. Наедам тебе много монеты, кое-какой еды, если ты вернёшь мне курицу. Хорошо, мне нужна еда и монеты, чтобы купить пиво. Договорились, до скорого. Удачи. Ну, хоть не экскременты. Орка. Это мы ещё с вами попробуем достать. А на эту люстру можно прыгнуть? Нет? Не знаю. Лучше не пробовать. Так, короче, там в углу что-то есть. Есть. Молодец. Так, тут всё до... Ооо, какой-то опор, какой-нибудь небольшой. Как выходит, хорошо. Слушайте, мне ещё повезло. Ух, это храненец. Всё-то секретными комнатами тут не очень, вы заметили? Ни одной пока. Так, туда не ходи, там топор. Вниз можно обойти. Лево-право можно посмотреть. Давай аккуратно. Не секретных комнат совсем, что-то маловато. Вообще маловато. Так, бомба. Ещё одна. Я бы здесь секретную комнату сделал, нет? Нет. Пострашнее, чем лес. Реально пострашнее. Ого. Как мне тут отбиться? В углу надо остановиться. Стой. Что я взял? Бронзовую ложку. Очень ценная вещь. Он даже после удара продолжает меня атаковать. Оставляете? Ну, ключик какой-то. Наверное, важно. Бронзовый ключ пригодится. Где секретные комнаты? Вы очумели. Я требую секретов. Ладно. Ключ взяли. Явно это он от правой двери на номер 3. Это 100%. Не ходи в правый коридор. Там топор. Нет, не здесь. Выше. Выше, да? Да, выше. Я пойду сохранюсь. Вот, это уже тема. Все. А теперь по нижнему коридору идем. Идем вот сюда. Там уже что-то колется. А номер 2 просто провалится? Да? Да, просто провалится. Секретов тут нет. Там может быть справа. Но вряд ли. Так. Идем по этому коридору теперь. Очень аккуратно. Колятся больно. Две? Что это за бочка? Что это за бочка? Странная какая-то бочка. Мужик, ты не знаешь? Он вообще и стреляется. Не больно стреляется? Он тогда не успел просто в меня стрельнуть. Так, гад стреляется, зараза. Вот это тоже раздражитель тот еще. Где деньги? Ни одной секретной комнаты. В такой перспективной местности. Что там? Я думал, он тебя убил. Я уже смотрю на призрака. А призрак тоже отвечает неплохо. Да, весело тут. Весело. Хорошо. Тут точно пахнет едой. Ну, лепи вам так точно. Венцом. Ну, ладно. Мне все равно потом сюда пробиваться. Ну, может, пойдем... Может, третью сначала пойдем? Я пока не знаю. Я думаю. Иди сюда. Привет. Допивай. Не оставляем возможности восстать. Они же зомби. Я что-то вижу. Перо. Очень редкая вещь. И очень важная. Как мы знаем, да? Жив, блин. Что, вниз? А он вниз не умеет. Ух, те пухлики. Кость. Спасибо. Она стоит денег. А зачем этот подброс? У меня есть ключ. Да. А зачем этот подброс? А, за мясо. Ну что, пошли сюда, раз я уже здесь. Чего мне идти во вторую часть? А потом придешь, да? Будешь идти во вторую. Ну, ладно, давай. Я уже здесь. Все. Пошли. Часть номер три. Во вторую часть потом. Даже манетки не берутся с первого раза. Ё-моё, ну у неё и скорость. Ну у неё и скорость разворота. Это просто жесть. Вот эти самые добренькие. Самые простые и самые спокойные. Давай что-то есть. Иначе нам конец. Сколько вино добавляет? А, это мана добавляет. Давай одну. Смотришь на того. Смотришь... Это что за тряпка? Смотришь на этого. Смотришь везде. Что это такое? Магазин? На троих противников сразу смотришь. А вдруг кто-то из них поведёт себя некорректно. Да, давай. Пока ещё не зачистили. Но есть магазин. Магазин, привет. Ты орк? Слышишь, у меня есть тебе просьба одна. Не можешь ли ты сделать одну добрую услугу? Ладно. О, книги продают с полёта по 302. Слышите? И пиво. За 750. Теперь понимаю его ценность, этого пива. Ладно, возьмём. Давай эти два возьмём. Старая книга заклинаний. Или пока не брать. Давай я возьму одну. Так, давай вот этом. 120. Спасибо. Книгу, если что, я буду знать, где покупать. Что-то много денег всадил, конечно. Хотя, если заходить и выходить из двери, то можно, вот только на этом, на этом скелете только можно набить сотню-другую. Три удара надо. Три. Блин, сколько денег упало. Где карта? Не достаёт. Не достаёт. Моя мотыга немножко длиннее, чем её обрыгание. Слушайте, а выстрел летит через всё. Выстрел летит даже через камни. Тихо. Поднимем. Стой, короче. Он под себя не гадит. Понятно? Всё, есть. Тут что-то странное. Прохода нет, проверил. Здесь тоже нет, проверил. А это выход уже из карты. Не, не надо. Это на уровень 4, наверное. Ищем дальше. Нам как минимум карта нужна, чтобы сориентироваться в этой области. Я сейчас иду, получается, обратно. Правильно? Магазин у нас справа. Это ж магазин, да? Слева, слева магазин. Так, есть красная, это эта фигня. А ты сюда запрыгивал? Запрыгивал. Всё, ориентируемся на местности. Вот это зараза, конечно, ужасная. Не, давай вниз. Вот вниз я не ходил, по-моему. Да, вот здесь я не был. Или был. Не, не был. Монетки. Я бы уже забрал. А может, ты был? Так, всё, в магазин не входи, никогда не входи. Нам срочно нужна карта. Ни черта не понятно. Кажется, был. Вот это быстро. Не, воды не было. Воды точно не было. Вода первая. Нормально. Ну, хоть по воде можно ходить. Короче, просто стоять надо. Не надо прыгать. Я хочу её в прыжке ударить, но лучше этого не делать. Будут большие проблемы. Где, блин? Карта. Вот спрятали, да? Ой. Привет. Прикольная озвучка. У каждого монстра. Ну, слева ещё что-то было. Сохранение. Ну, тоже ничего. Вы сохранение нашли. Карту засунули-то. Опять за боссом. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ты не туда. Нам здесь. Она, кстати, рывками работает. Она не работает до конца. Она может только какое-то расстояние преодолеть, а потом останавливается. Не достанешь. Деньги? Так, иди сюда. Иди сюда. Нормально. Мы делали. Только главное сейчас не выйти. Иначе всех заново убивать это... Стой. Отлично. Да штоп его. Где эта карта? Я возле неё не прошёл случайно? Винцо. Пердящий сидр. И больше ничего. Не нравится мне это падение. Пойдём налево сначала. Вообще безболись. Нет, я в тупик. Вот зараза. Походу придётся выходить без карты. Ну, один выход. Правый верхний угол. Мы это запомнили. А дальше что будем делать? Дальше я не знаю, что мы будем делать. Он с двух сторон стреляет. Лучше... Лучше не придумаешь. Хуже упасть просто нельзя было. По всем монстрам. По всем скелетам. И ещё и бомбу оседлал. Дайте мне поесть. Куриная ножка. Просто класс. Так. У меня есть просто пиво. Да, упал так упал. Хорошо упал. Что это за бочка? А этот со стрелами. Как будто... А, ему просто в спину стреляли. Я думал, у него ещё и лук есть. Первый секрет. Первый. Поставляет первый. Сколько я пщупал стен уже, но здесь всё пщуп. Я тебя обожаю, пухляк. Ляй. Ляй. Вот это надо было нарваться на него, да? Там ещё один. Да что... Чтобы похудели. Хорошо, мне его убить. Убили? Нет? Нет, только избил. Мне интересно, зачем вот этот выступ? А, во. Один понятно, зачем. Да что у тебя за живучесть-то такая? А, он умер. Нет, он не умер. Сейчас я тебя достану с этой стороны. Наконец-то ты погиб. Сколько ж можно тебя было бить? Ну, давай сюда. Карта! Ещё один выход. Да что ж такое? Крот! Ты, ё-моё. Здрасте. Я-то тебя нашёл, карту не нашёл. Вонючая подземелья, если что, можно свалить, встать. Но меня это не устраивает. Какий выход? Второй выход уже отсюда. Это выход во вторую часть, 100%. А вверху в четвёртую. Там уже может быть босс, если их четыре. Так, мне надо выбраться налево. Я тут всех перебил. Налево-вверх. Там ещё какой-то спуск был вниз. Карта точно там. Пока надо пользоваться тем, что живых здесь никого нет. Можно спокойно обыскать всю территорию. Коль я тут, по-моему, отсутствую, да? Ну и чё, карта уже вон ходит кто-то слева. Как мне туда залезть? Карта активировали, уже чуть проще. Если что, доехать сюда можно в любой момент. Но опять же, надо видеть общую карту. Вот тут внизу кто-то ходит. Как мне вниз спуститься? Это я иду на начало, правильно? Ого! Да. Да, тут надо так прыгнуть, чтобы... Чтобы тебя не зацепили. Рыгает кто? А не кто, давай. Беги. Я нашёл сыр. В этой... Это меня не успокаивает особо. Хотя вещь дорогая. 100 хп сразу. 100 хп. Ну вот это я и видел там. Или вот это видел. Опять вино. Вино уже можно продавать. Привет! Вот тут я не был. Опять эта тварь. Был обиделся бы, он меня ещё убил бы. А на бомбы так и хочется подсесть. Нашёл карт. Представьте, засунули в самую нижнюю часть. Сне что-нибудь ты не доживёшь. На радостях. В самую нижнюю часть засунули. Вот этой часть подземелья. Представляете? Ну найти надо конечно было. Куда ж без неё? Ещё и венцо очередное. Так. Карта. Иди сюда. Ты далась нам очень тяжело. Вонючая подземелья номер 3. Не трать ману. Так вот. Карта. Крот возле четвёртого. А подземный проход это куда? Вот-вот-вот загвоздка. Подземный проход куда? Может в пустоши? Блин. А до четвёртого бежать далековато. Значит второй и четвёртый соединяются. Наверное. Совсем другие у меня были мысли по этому поводу. Оказалось вот как. Ладно давай на сохранение. А то мы потеряем карту. А потом тогда в проход верхний пошли посмотрим. Что за проход. Ну четвёртый понятно. Мы идём с вами по нумерации. И выйдем к большому зомби. Который как говорится здесь присутствует. Но. Но. Если что есть крот кстати. Не проблема. Можем выбраться в деревню если сможем. А я же телепортироваться так просто не смогу. Всё. Сохраняйся. Там вообще моё подземелье. Пока я из него не вышел. Всё. Заставил били мы нашу карту. Ничего с нами уже не будет. Во второй мы не пошли. Сознательно. Хотя наверное стоило бы. Там могут быть квестодатели. Хотя если ты найдёшь квестовый предмет. Квестодатель просто засчитает тебе квест. Тут можно не волноваться сильно. И потом всё это заново придётся проходить. Ужас. Чтобы добраться до четвёртого. А если там крота не будет. Я надеюсь это выход в пустоши. Ну по расположению должно. Потому что мы далеко с вами от деревни будем. Если выйдем вот здесь. А так я могу и не допрыгнуть. Я и такое могу. Это я пытаюсь просто максимально. Не. Да она тебя. Ну попробуй. Даже камера уже не успевает. Представляете. Блин. Вот эта кнопка Б очень не кстати. Для совершения хорошего прыжка. Она нам только мешает. Явно должен быть какой-то отскок от стены. И вот этот вот полёт какой-то должен быть наверное. Не знаю. Нет. Проход я не могу взять. Какая-то должна быть. То ли ракета. Ракета скорее всего должна быть. Вот. Если мы это сможем сделать. Тогда мы в пустошь заберёмся. Как раз ракета и нужна. Что-то что нас тащило бы вверх. Ну всё. Тогда в четвёртую часть идём. Как мы вторую пропустили. Не знаю. Должно соединяться. Да. Это выход точно к пустоши. Это я гарантирую. Но опять же. Если ты не смог запрыгнуть стандартным путём. Давай. Туда к кроту. Ну. Тогда да. Тогда да. Тогда вопросов не имею. Потому что если бы я сейчас запрыгнул. То тогда бы я попал в пустоши. И мне туда не обязательно был бы новый навык. А навык мне нужен обязательно. Я иду опять не туда. Я иду в тупик. Ну. Зомби я как-то не готов ещё встречаться. Мне наверное надо на кроте проехаться. В деревню. Вылечиться. И вернуться обратно. Пока крот здесь. Скорее всего так мы и сделаем сейчас. Всё равно мне падать вниз. Но это будет мне стоить примерно сотню. Я думаю монет. Ну если босс рядом. Надо быть к нему готовым. Угу. Так. Ну давайте. Народ. Давайте аккуратно. В деревню. Такое ощущение что с бочкой что-то можно сделать. Какая-то она подозрительная. Но ничего не делается. Крот для этого здесь и сидит. Мне кажется. Чтобы это. Не только у нас денег срезать. А ещё и в деревню нас доставить. Деревню. Правильно? Правильно. 20 монет. Это самое дешёвое. 75 в подземелье. Представляете сколько? Вообще крот офигел. 100 монет чисто вылечится. А нужно тебе это? Да нужно. Потому что бутылки и всё остальное будет дороже. И возможно стоит что-то с собой взять. Хотя у меня всё с собой. Ужас. Ужас. Кроты просто сволочь. Ну это чтобы не ездили слишком часто. Учитывая что у нас. С вот этих вот пьяных пчёл по одной монетке падает. А крот берёт 100. То есть мне надо убить 100 пьяных пчёл. Я всё равно лечиться иду. Мне всё равно. Можно конечно пойти сейчас во второй. В этот. Чтоб по порядку. И выйти в четвёртый. У меня есть ощущение что мы выйдем в четвёртый с вами. То есть своим ходом опять попробовать добраться до второго. Второй локации. Да если бы я не глянул общую карту было бы сложновато. Есть всё таки кнопка. Которая кстати тоже показывает. Всё готово. Которая кстати тоже показывает. Кнопка. Все локации которые есть в игре. Нормально да? То есть открывает себе секрет. Как и крот. Со своей картой. А я хотел сохраниться. Или сделаем это здесь. Да давай сделаем это по дороге. Пошли во вторую. Тем более тут просто пока идти первое время. Наверное. Пока на бомбу не сядешь да? Расмари под ноги. Я даже убивать не буду. Да вот бомба. На голову уж не упадут. Кто их знает. Это же ненормальный. Так вниз вниз или сохранись. Я не буду это комментировать. Я пошёл дальше лечиться. Я сел на бомбу. Поцеловался с привидением. И получил топором между ног. Ну просто прелесть нет? Руфус. Кто самый счастливый человек на свете. Может ведро стоит снять с головы? Блин прикольно. А вот тут какой-то магазин как будто должен быть. Тут тоже видите вот эта висящая фигня. Там красная. Но там магазин. Ладно. Будем надеяться что внизу камень будет. Сходил блин. Подлечился. Мне топор правильно поставили. За топор 5 с плюсом конечно. Топор решает. В этом месте так точно. Когда ты бежишь с сохранения. Знаете. На всех парах. Зато я кроту не заплатил. 75 монет. Понял. Выкуси. Мохнатое существо. Я только 20 за возврат заплатил. И все. Ну тут можно расслабиться. Во второй локации босса точно не будет. Тут главное не догонять вот этого типа. Если начнешь его догонять. Получишь отрыжка и в лицо. Винишко опять. Зачем столько винишко? Маги восстанавливать. Вы-то серьезно думаете что я буду стрелять? Стрелять я буду в босса. Ровно 10 раз. Это специально для него я приготовил эту штуку. О, наконец-то он на меня рыгнул. Наконец-то. А то я прям... А то я прям... Бей, 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 бей. Есть. Я прям думал что он на меня уже не рыгнет никогда. Карта. Здесь. Реакцию надо. Кто кого опередит. Бейсболист. О, а что это такое белое? Водка из сладкого картофеля. Это что-то новенькое. Довольно редкая водка, приготовленная со сладким картофелем. Дает русского пенделя и навсегда добавляет 30 хп к вашему максимальному здоровью. Цена тысячи. Представьте сколько он в магазине стоит. 30 хп. Ну, прикольно же. Стоп, нифига себе, линия. Что-то я разросся, не на шутку. Чем сохраниться бы теперь. Ого. Вот это разросся. 30 хп за тысячу, она в магазине 2 будет стоить. Тут же вдвойне все, цены вдвойне. Это очень важная находка. Так, иди вниз. Сейчас бы все равно это еще посмотреть со стороны бы. Беги, вытрогать. Я тебя не бью, ты меня тоже, понял? Да, сюда важно было тогда зайти. А перед встречей с боссом. Только надо вылечиться. Любым способом надо вылечиться. Во! Сохранение. Сохранение, да, здорово. Теперь не страшно, если я сдохну даже. Иди сюда. Там что-то тоже есть. Блин, две раза надо ударить. Крупная за разом. Вампир. Неплохо. Повезло, что не упал в самый низ. Но тут главное на краю не остаться. Во. Что это? Это не босс, случайно? За мной не закроет проход? Досмотрелся. Вроде бы не должны. Это выход. Это выход уже. Нет, не выход. Что там пролетело? Увидишь, что это топор? Понятно, что пролетело. Ты думаешь, что ангел пролетел? Ангел пролетел. Пятнадцать. Ну, давай так. Сохранение слева. Синий ключ я какой-то нашел. Все, сохранение есть. С ключом. Я себя сейчас как крот чувствую точно. На ощупь работаем. Отсюда выход в четвертую область должен быть. Потому что третью мы исследовали. Там выход тоже в четвертую область. Все сюда. Тляй. Хорош. Ай! Я не дамся. Я не дамся. Что-то за водопадище. Что-то стрёмное. Мне туда надо. Тут опасно. Хорошо. Да, прям-прям. Прям ощутил. К чему этот подъем? Что там ждать внизу? Не знаю. Какой там амулет? Хорошо, что выпил пиво. Какой-то амулет. Водопад безопасный. Я думал, водопад меня уничтожит. Водопад меня не уничтожил. Что за амулет? Это квестовый предмет какой-то. А туда, чтобы залезть, мне надо что? Я практически попал. Что ж туда надо? Даже если я разгонюсь, я бьюсь головой. Может быть, даже это, не знаю. Взять перо. Не знаю. Что-то надо взять. Может, отсюда. Ну, водопад тебя немного засовывает, конечно, вниз. Ну, смотри, если ты даже чуть-чуть побежишь, но ты же головой... Ты же все равно головой бьешься. Может быть, подлететь вот этим вот своим суперударом. Но это вбок. Вбок можно не получиться. Эх, ударить бы как-то. Только нельзя этой мотыгой брать. Очень бы было удачно бы. Опять же, нажимаешь все кнопки, опять же ты стреляешь из-за этого, зараза. Не очень удобно выстрел сделан. Вот, видели? Я практически куда-то пролетел. Вот я могу в воздухе как-то зависнуть на какое-то время. А за счет чего? О, может, бак? Чего я левый в воздухе-то? Зависаю. Не знаю. Хочется и взять эту штуку. Это не артефакт ли случайно? Да. Геймпад, прости. Подвеска матери. Все-таки можно запрыгнуть. Большим-большим трудом. Большущим просто трудом. Изготовлено из искусственного золота. Я не могу продать его, потому что это квестовый предмет. Я должен отдать его тому, кто его ищет. Так, немножко подъедим. Но уже легче. Только нет, мне не легче. Мне надо сохраниться. Когда будет легче. Привет, бандит. Что это? А, вот еще, кстати. Есть стены, которые могут быть уничтожены только если ты владеешь искусством отрыжки. Это вторая стена, кстати, у нас в игре. И вот здесь первая, которую мы, кстати, встретили, этой книги не было. Пояснение. Просто была стена. Искусство отрыжки. Куда же она ведет, это искусство отрыжки? Реально же вторая стена. Интересно. Тут хоть пояснили, что к чему да как. Повезло. Как повезло? Там что-то внизу есть нехорошее. Его убил. Да, есть что-то нехорошее. Прям чувствовал, что падать нельзя. О-о-о. Сыр с личинками. Обожаю. Особенно личинок. Что это? Это младший скелет, это постарше. И поопытнее. И по-вонючее. Вот там вода. Вода это все. А здесь не вода. Там дверь. У меня есть ключ, встать. А еще есть легкая забывчивость. По поводу того, что здесь были колья. Ничего, надо есть. Не факт, что я добегу. Хотя бы 60 держать. Так, тут я был. Был. Бей, 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 бей. По голове, по голове. Да, тут я был. Я сюда не падал. Это вниз падение. Это мы с вами проверим. Е-мое. Е-мое. Здесь ничего нет. Монет как не взять. А у меня нет ключа разве? И нужно два ключа. Пипец. Карты нет, ключа нет. Нифига нет. Вот здесь я вообще как крот, реально. У меня даже нет... Моей этой... Визуально-виртуальной... Карты, которые я себе представляю обычно. Тут я вообще растерян. Не знаю, куда идти. Еще и два ключа. Первый рыжий. Здесь мы были. Там топор. Да, без карты тут мы не соберем ничего. Хотя тут это нашел. Сохранение. Может в четвертом побывать? Да нет, вряд ли. Здесь точно все ключи должны быть. Призраки. Или кто здесь живой? Есть еще, бродячий. Мне важно вас заметить, чтобы понять, в каком коридоре меня не было. Откликнитесь. Жесть. Вторая, второй уровень класс. Стена с отрыжкой и две стены, закрытые на ключ. Причем два даже ключа. Вот, что это, вот это, вот что вот это вот. Тыква там внизу, как туда залезть. О, есть проход. Фух, вот здесь я не был еще. Вот здесь не помню. Не был. Ого! Тут, наверное, отрыжка побольше. Да, отрыжка хороша. Ну, хоть уйти можно. Отрыжка знатная, конечно. Это... О, квест. Кожаная курица. И красный ключ. Как раз от первой двери. Зомби нашли. Значит, это не босс. Не про босса речь шла, понятно? Речь шла не про босса. Значит, босс кто-то более крупный и более серьезный. Потому что зомби убили бы, который забрал кожаного петуха. Дайте карту, сволочи. Мне еще один ключ искать. Карта. Карта. Все, сейчас будет чуть легче. Не скажу, что сильно, но чуть-чуть легче будет. Вонющее подземелье 2. А, у меня же 2 ключа. То, я же синий брал. Все, я тебе две двери открою. Есть. Да не нажимай. Просто кнопка отмены B, и ты закрываешь карту. Закрыть карту B. Идет выстрел. Плохо делал. Так, смотрим, люди. Мировые недра. Это то, куда нас не пускают. Чтобы мы случайно туда не попали. Хорошо. Четвертый уровень. Выход вон. Но там будет сложновато прыгать, конечно. Посмотрите, что творится. И четвертый уровень сверху. Можно через крота, конечно. Можно выйти наверх. Но я не пойду наверх, потому что я здесь уже все зачистил. Нет, я не пойду наверх. Хотя подлечиться было бы на 150. Здорово. Там может быть босс четвертый. Может пятого уже и не быть. Так, тут все зачищено. А, тыкву. Тыкву, что там в углу грустили. Упустит. Во. Благословенная как-никак. По-моему, только так и можно взять. Так, давай на сохранение. А потом попробуем на четвертый уровень. Может быть на босса не нарвемся. И тогда к кроту выйдем. Может быть там у нас это. Хотя заход с двух сторон. Карта либо будет перед боссом, либо после босса. Если, конечно, нет пятого уровня. Сто процентов. Есть. Ну, это уже дело. Это уже дело и тема. У меня, кстати, есть еще какое-то жерелье матери. Надо либо квесты перечитать. Но, по-моему, меня никто его не спрашивал. Хотя, может, кто-то и спрашивал. Спрашивал. Это же квест из таверны, да? Подвеска. Да. Все. Мы его нашли. Я просто ожерелье. Ожерелье подвеска. Этот квест вообще вычеркнул из головы. Все отлично. Все шикарно. У нас есть квестовая подвеска. И у нас есть петух. Петух на каком-то из уровней. На третьем. Ну, пошли попробуем. Ну, в любом случае, две двери надо открыть, чтобы туда пройти. Первая. Вторая. Внизу вода. Это смерть. Мостики ломаются, падают. Это тоже смерть. Они хоть восстанавливаются? Спасибо, что восстанавливаетесь. Жив. Бомбу хоть взорвали? Внафиг ее, эту бомбу. Ох, как меня вода напрягает. Все. Четвертый. Все, уходим. В воде ничего нет ценного. Не. Я проверил. Этот, надо, доплыл. Так, все, так ДП. Все, все. Мы нашли, мы все сделали. Осталось только теперь четвертый уровень. Не нарваться с первого раунда на босса. Что там? Ого, как я туда запрыгнул. А тут точно не вода. Блин, ну испытанница у вас тут, ребятушки. Вода, прикиньте. Вода. А как на второй этаж залезть обратно? Обалдеть. Вода не смертельная, конечно. И тут можно стоять. Ну держись, дружище. Лучше через верх, наверное, заходить бы было. Это вообще не гад заходить через воду. Еще не видишь, что там происходит. Ого, сколько тут у вас вкусностей. Да, карта, наверное, точно вверху была. Странно, что не вода. Не-не-не. Есть. Стремновато. Сейчас прыгнешь куда-то. А сохранение аж на той, в центре. О! Ха-ха-ха! Почаще надо говорить слово сохранение. И почаще надо говорить слово карта. И тогда у тебя они появятся. Так, сохранение в этом углу. Это очень важное сохранение, кстати, после воды. А вот это пипец просто был. Сколько контента я пропустил только что. Ну ничего, главное, чтобы до фонаря дотянулся. Офигеть. Карта. Нифига ж себе. Верните меня назад к сохранению. Четвертое. А ну-ка, прям... Да не нажимай ты отмены кнопкой Б. Пятое есть. Пятое, народ, есть. И камень лечения справа. Если выбраться через дыру вверх. А если заходить через крота, то... Кстати, камень сохранения у нас закрыт сверху. Походу проламывать придется. Ой, не сохранение, а камень лечения. Опять закрыл карту кнопкой Б. Видели, да, что? Ну, увидели, да? Убили, убили, убили. Обили, убили, убили. А ну, проверь. Прохода неба. Так хотелось. Проверка. Ой. Смотрю, кто-то... Смотрю, кто-то плохо пахнет. А тут что делать? Это ж пятый уровень. Не ходи туда. Там босс. Здесь можно вылечиться. Здесь можно сохраниться. Даже иногда кротом будет пользоваться этим дурацким. Здесь можно устроить жизнь. Если ты выберешься наверх, конечно. Правда, не знаю как. Никак. Есть предчувствие, что никак. Они висят прямо над головой. Бить по одному разу. Если она за мной не полетела, конечно. Все, сдохнет. Деньги давайте, деньги. Просто люблю деньги. Люблю звук монет. Могу себе позволить. Ох, как ты... Как ты не попал? Ты, знаешь? Да я не знаю, как ты не попал. Там тоже призрак, кстати. Все, эти монеты пусть летят вниз. Ну и в баню. Хотя вот здесь что-то есть. Вы не думайте, что я за монетами отправился. Я просто хочу проверить дальний левый угол. Тут что-то явно от меня припрятали. Эй. Ничего там нет. Сколько буду падать? Но зато я знаю, что сюда падать больше не надо. Если мы сохранимся, нам только в пятый уровень надо будет залезть. Ну все, только сюда. Там что-то тоже есть. Но я не умею летать. А тут хотя бы есть сохраненка. Давай. Так, ну что? Уже легче. Все карты открыты, кроме пятого уровня. Но пятый уровень там босс. Босс. Кстати, я не нашел еще эту. Вы не заметили, да? Я и забыл, что нам эту картошку что-то надо найти. Цель-то картошка. Не, ну конечно цель жена Брунильда. Это проход вправо. Просто хочу подчистить. Подчистить и посмотреть, что здесь. Здрасте. Выходить я не буду. Не планирую пока. В крайнем мире это что такое было? Ну понятно. Все, так не падай. Ну все, пятая нам не надо. Не надо, а то обновишь сейчас врагов. Так все хорошо зачищено. До верхних уровней. Как на верхний залезать? Только через верх получается. Тут мы не вылезем. И там мы не вылезем. Только в прыжке. Прыжки. Тут никак. Пипец. А если они выбились вообще? Хоть сохранение здесь поставили. А не... Ой-ё. Просто не допрыгну. Не, допрыгну. Та должен. Должен, по идее. Нифига ты не должен. Тут и не запрыгнешь никак. Представляете, сделали заразы. А как же меня вылечиться и пойти... Блин, я же назад не вернусь. Крот вверху. Сюда можно через крота попасть только камень внизу. И там проход какой-то еще. Вот зараза, а. Никак ты туда не вылезешь. Не выпрыгнешь. На люстру не прицепишься. Там вон монетка. Вы с ума сошли? Блин, почти. Может быть, все-таки? Наверное, нет. Что-то мне подсказывает, что нет. Хотя, если на край, может быть. Да, наверное, нет все-таки. Я не запрыгну туда. Я туда не запрыгну. Поэтому идем, наверное, на пятый уровень. Чего бы мне это не стоило, пошли. А реально, что я не выберусь никак. Мне придется с боссом драться с тем, что у меня есть. Либо выбираться через другие карты. А босс-то может... У меня маны даже нет. Не, ну маны я вина набрал, конечно. Ладно. Вину мы остановим. Ладно, пошли. Если что, потом крота подцепим. Это чтобы лучше думалось. Это чтобы лучше думалось. Ни больше, ни меньше. Сожри что-нибудь. Бедолага. Ну, и пятый уровень. Самый лучший из всех. Тогов на босса не попасть до сохранения. Нам надо на босса попасть после сохранения. Любыми способами. Монетка. А что внизу, никто не знает. Ничего, успокойся. Хотя я все равно еще не знаю, что внизу. Может быть, вода, кстати. Хуже. Колья. Колья. Спасибо. Будем знать. Косточка вверху. Надеюсь, я иду... А куда я иду? А что это за выход? В какую локацию? Пятый. Это второй выход. Ну, там где я был. Все. Тут уже понятно, что это за выход. Мы ж могли в пятую область попасть из двух частей. Одна слева, одна сверху. Мы пошли сверху. Вот через эту часть. Все. Влево можно не ходить. Сто процентов. Поэтому идем вправо. На Колья, наверное, да? Как обычно? Жесть. Только не на босса. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Блин, 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 блин. Осторожно, осторожно, осторожно. Все нормально. Ключ. Офигеть. Отчего? Это мы... Еще хорошо зашли. А двери, конечно же. Но все равно хорошо зашли. А что так маны дают много? Вот не могу понять. Маны просто зашибись. Костяной ключ. Точно от босярки. Это чтобы мы случайно, наверное, к нему не попали? Наверное, чтобы мы случайно к нему не попали. Нападай, нападай. Нападай. Хорошо. А нет, просто дверь. Что, босс здесь уже сейчас? Вы серьезно? Судя по всему, может быть. Нет, не босс. Упал бы левее, упал бы на колью. Чересчур, конечно. Дайте сохраниться, Ироды. Посмотри справа. Может, или карта, или сохранение. Что-то одно из двух дайте мне. Карта. Пипец положили. Пипец карту положили. Ну, положили так положили. Прощай, мой этот. Кнопка Б моя. Смотрите где. А внизу магазин с водой. А где ж босс-то? Вот эта вот локация с двумя плотиками? Наверное. Как бы мне теперь сохранить свой прогресс? Сейчас с этого. Недоумка убью. А тут что в краю? В краю, в краю, в краю. Какие-то плотики. Мне надо в другую сторону идти, конечно. Я пошел сюда, да? Как обычно. И все. Янтарное пиво в этом секрете. Да. Жалко, что на карте не помещается открытый секрет. Это было бы, конечно, круто. Я сейчас точно пойду, что меня захлопнут. Вот, посмотрите. Пойду, меня хлопнут. Вот просто возьмут и закроют нафиг. Пошли к сохранению двигаться. Да, сюда, кстати, можно и выбраться. Конечно, можно. Как-то по-другому выберешься. Ой, кость. Ой, косточка. Люблю кость погрызть. На досуге. Так. Давай. Держись. Двигаемся к сохранке. Ресурсов у нас дофига. Одним вином можно только отпиваться. Долгое время. Вот тут главное сейчас не прогореть. Вот, я про это и говорил, да? Какая она странная. Ёш-моёш. О, он хоть навалял. Сыр. Это очень здорово. Пусть и с личинками, но здорово. Вот он, родной фонарь. Фуууу, это хорошо. Немножко стало легче. Жаль, что не вылечились с прошлой локации, но немножко стало легче. Босс точно там, где вот эти две две платформы. Поэтому я расчищаюсь сейчас дорогу, а там потом надо будет вылечиться и сохраниться. Ну, а я тут тоже зависла, как и я. Иногда бывает. Винишко. 155-я бутылочка уже. Блин, увидела через плиту. Тут аккуратно. Интересно, что за магазин еще слева. Сможем ли мы до него добежать? Нет, ну мы, в принципе, сохранились. Что ты боишься-то? Кровавленный нож. Вот что-то он там у нас значил. В магазине. Мы его находили. Не ходи туда. По воде можно нормально перемещаться? Они же все обновятся сейчас. Вот зараза, да? Когда я зайду в магазин. Нет, он с магазином подставка. 3-400. У меня, ну, если там будет подсказка, где искать бобовое семя. Ну, бобовое семя. У меня уже другая сказка включилась в голове. Картошку искать в каком месте? Блин, ну все обновятся уже. А мне туда и не... А мне туда надо. Ну и пусть обновляются. Заходи, короче. Ты еще кто? Привет. Что за амулет? Сделан из металла с черепом. Стоимость маны 80%. Бонусный предмет. Тяжелый металлический 2500. А это что? Карта показывает местонахождение святой картошки. За тысячу. Как-то не хочется и спешить. Тем более за тысячу. Вот это вот интересно. Металлический и тяжелый. Заставляет меня чувствовать себя настоящим мужиком. И мой выстрел из-под мышек стоит меньше маны. Ура. Это как артефакт получается, да? За 2500. Купил. Хотя не хватает денег на карту. Зачем нож нужен? Звучит, как будто я ругаюсь, но это не так. Тем не менее, использование этого предмета прямо здесь делает мой подмышечный выстрел в два раза опаснее. О, это можно усилить выстрелы. Так, это же туда, да? Тяжелый металлический талисман. Отлично. Отлично. Это мой второй артефакт получается, да, в игре? Да. Их и покупать еще, к тому же. Урон в ближнем бою. 125. Стоимость маны 80%. То есть, я теперь могу стрелять чуть-чуть. Лучше и дольше. Ну, с бобовым этим подождем. Тысячу тратить что-то мне совсем не хочется. Подождем. Уже давайте хлопнем босса. И тогда, если совсем плохо все, тогда пойдем искать. Ой, пиво дали. Вот так артефакт. Я думал, их находить надо. Нет, некоторые за деньги. Смотрись, расходуются наши все запасы. Не хочется тысячу тратить, конечно. А бобова я и не находил больше. А, знаете, где она находится? Она находится там, где мы, крота. Через крота вверх, там, где камень лечения. Я вам гарантирую, что она там. Вот гарантирую, что она там. Только мне надо выйти из подземелья каким-то образом. Любым способом мне надо выйти из подземелья. Сейчас пойду, я к сохранке иду. Вот точно там, потому что там пробивать надо. Я заплачу тысячу, чтобы он мне рассказал, что сходи туда. Это, по сути, единственное место, которое я не проверил. Может быть, конечно, где-то оно в воздухе висит. А этот меня отмадохали здесь. Ну, если выберемся, мы проверим через крота. А если нет, то тогда придется вот это еще раз перепроходить. Нормально, да? Блин, сохранение здесь не самое удобное. Особенно после смерти. Придется все это защищать. Поэтому нам сразу, наверное, надо лечиться. Что, сразу будем лечить? Подожди, я этого убью. Какая разница, пойдешь, убьешь позже. Ну, давай, потому что нам... А может, босс это был вот тот зомби? Короче, не попробуешь, не узнаешь. Если что, вылечимся здесь, потом прибежим. Не надо пока лечиться. Мне кажется, а вдруг в зомби это и был босс? Босс этого уровня. Он все-таки был, ну, большой, да. Пошли направо. Тем более, мы зачистили эту часть. Все, сохранение есть, все. Ну, выскочит босс, ну, умрем, ну, ладно. Смерть не такая... Смерть не такая уж и страшная. Босяра. Босяра. Давай, сырок. Сколько он, сто? Ну, и венца давай. Давай, пятьдесят. Бинца вообще здесь не нужно. Неплохо. Неплохо. Жалко, что здесь нет быстрых предмистов. Жалко, что здесь нет быстрых предметов. Представьте, сколько и бить надо. Надо усиливаться. Каким-то бутылкой какой-то или еще чем-то. Че нет быстрого слота? Оп, съесть. Или можно как-то выставить? Куда ж ты выставишь? Нет быстрого слота. Стрелять в него бесполезно. У меня из-под мышки летит прямо. Зелень одобрена в колеосе, так как, ну, мужики пьют его, чтобы подглядывать за женщину в реке. Оно делается невидимо. Зачем мне это? Крепкая вкусная граппа. Мана бесполезна мне здесь. Сто маны восстанавливает. Время замедлится на 20 секунд. А где усиление моего там удара там на какое-то время? Вот это. Каждая секунда пока не исчезнет. Но 1 АХП это ни о чем, наверное. Твердящий Сида. Ну попробуем. Это лечение, это манная. Блин, я столько раз ударил. Надо отбегать, лечиться. И тут не самое близкое, конечно, место, чтобы... Чтобы к ней бегать от сохранения. Офигеть просто. Ну, ближе, чем через верх, конечно. Если бы я зашел. Ладно. Замедление может быть поставить. Когда она отойдет. Фиг не пускает. Хотя бы увернуться можно от них будет. Вообще вот это вот, это вот, это вот, это ужас. А если у меня не было 150 здоровья сейчас? У нее один урон 50 примерно наносит. Ну, один раз касание ее. Вот это вхождение к ней по вот этим вот коридорам. Это уже издевательство. Вот это еще издевательство. Умереть под кольями. Ну, давай только небольшим сыром. Сыр на как-то... Ну, давай вот этим фигней догоняйся. 100. 100. 50. Вино нужно? Нет? Я не знаю. Три раза вот это, либо... Нет, три вот этих, либо один раз вот это. Мана не нужна. Стрелять я куда я в нее буду стрелять? Не знаю. Давай ложку подбросим вверх. Бьем ее чуть-чуть. Ну, вот она работает, да. А, так я тоже замедленный. Я думал, как только враги замедлятся. Ну, люди, ну это ж не серьезно. Тут хотя можно было бы увернуться, да. В принципе, я мог увернуться. 35 всего урона она наносит. Все, 20 секунд закончились. Замечательно. Да, еще одну ложку. Какое-то странное замедление. Беги. А тут она что-то не замедляется. Я не знаю, блин. А, смысл этого замедления? Ну, люди. А, я знаю, какой смысл. Знаете, в чем смысл? Смысл замедления очевиден. Тваль. Как уворачиваться в бок? У меня нет такой функции. Быстрый отскок. Реально нет функции. Просто стоишь, тупо на нее смотришь. Пока она тебя не убьет. Че за хрень? Но нет у меня функции отскока. И она достает в любом случае. Дерьмо. Все равно попал. Я тебя ненавижу. Убил. Продосъел все, что было. Весь сыр. И все, что было. Стоит ли это того? Может переиграть? Я сажал все, что имел. Ладно. Накупим. Что в мешочках? Монеточки. Теперь я могу моментально срываться с места, как ниндзя. Вот это мне не хватает у ворота в стороны. Блин, тут еще и платейки были. Нет, ну платейки-то. Все равно в нее не постреляешь. Ладно. Покажите мне новый навык. Можно, конечно, переиграть. Можно тактику выработать и не жрать это все. Но я не хочу. Вот это вот. РБ. Наконец-то. Воздухе, кстати, нельзя. Я думал, это в воздухе можно будет осуществить. Можно только с платформы. Если у тебя есть платформа, можно рвануть. В прыжке нет. А, и в прыжке работает. Все, вот эта функция, которая так нужна нам. Иногда бывает. Теперь я могу... Я уже не помню, что я могу. Но что-то могу. Ладно, мы еще не закончили. Мы еще не закончили, потому что не нашли картошку. Сыр жалко. Много сыра ушло. Три сыра ушло. И почти все... Пиво мое ушло все. Пентарное, блин. Этого босяру. Не обращайте внимания. Отвалите. У меня дело. Я пойду сейчас наверх. И мне надо как-то выйти к кроту. Потому что семечка, которую мы с вами ищем. Я знаю, что это за семечка. Не знаю, где она находится. Семечка картошка называется. Семя картофеля. Ну, урон хороший, наносила. Не будь у меня 150, линия здоровая, как я не попал. Последствия могли бы. Тут можно, конечно, было прыгать, а прыгать. Потом я даже подумал, может, перезагрузиться. Потом думаю, да ладно. Все равно она тебе и забьет столько же. Там надо бить постоянно. Замедление, кстати, вообще не так. О-оу. Я просто ждал неизбежное. У меня всегда босс побеждается, а потом мина меня начинает уничтожать. Я просто наклонил голову и ждал неизбежное. Кто-то еще летал, по-моему. Ну, тут ничего. Представьте, миш, теперь, чтобы выйти, надо побойти всю карту ОГО. Ты что, умрешь, ты в курсе? Нормально. Это гадость. А мне все на ману дают. Я тебя обожаю просто. Ему надо ударить три раза. Пока получилось два. Он меня ударил раз десять. Все в воде, кстати. Лучше не доставай. И как же мне выйти целым из этого ада наверх к роту? А мне все равно квест сдавать. На четвертый уровень вверх. Ну, лучше вверх, наверное. Проще будет через верх прорваться. Но мина это сразу смерть. Иди нафиг. Пытаюсь экономить. Сейчас доэкономлюсь. И оружие мы с вами не нашли в этот раз. Никакого. Ну, доэкономился. Две бомбы вместе. Мне не удалось спасти Брунильду. Ладно, друзья. Встретимся. Встретимся возле четвертого выхода. Иначе это не закончится никогда. Так, ну что. Я уже здесь. Я уже здесь. Посмотреть на мое здоровье. Я все надеюсь, что сейчас подлечусь от камня. Ха-ха-ха. Вот тут, наверное, надо искать сейчас. Ладно. Пошли. Сначала к камню сходим. Не снимал я этот весь интересный процесс. Перемещение обратно. Вот тут, наверное, как. Вот эта вот ягня. Ладно, давай уже посмотрим. Тут монетка и ложка. Которую я все потратил. Замедление времени. Замедление времени не очень. Не очень. Мне оно вообще не понравилось. Это замедление времени. Если бы меня оно не замедляло, тогда еще ладно. Но когда и ты замедлен, и враг замедлен, какой вообще смысл в этом замедлении времени? Что-то не нахожу. Мясо. И все. Ну и где эта картошка? Сыр вижу. Сыр это здесь. Где картошку, интересно, засунули? В реально профессиональном магазине идти покупать за тысячу? Главное вылечиться. Надеюсь, процентов меня совсем не радует. Ничего, дойду. Вот, пробивать надо. Никто не вылетит на меня, не? Пиво. Я думаю, его не зря дают перед камнем исцеления. Вот я вам гарантирую. Есть у меня предчувствие, что не стоит. Наверное, запрыгать вот так вот спокойно. Ну, только призрак. Вода безопасная? Вроде бы, да. Много сыра. Сыр с ричинками, между прочим. Как обычно. Как мы любим. Ну что, попади в меня, Разик. Наверное, да? Разик, попади в меня 10%. Я не лечился специально. Ну что, народ, я не знаю, где находится картошка. Возможно, она где-то есть, но я ее просто не нашел. Мне придется идти опять в магазин. Мне придется идти в магазин. Картошки здесь нету. И где же ее спрятали? Может, в этом большом зале, где вот тут надо прыгать? В углу. Точно в углу. Я вам гарантирую, что в углу. Там, где сохранение. У меня же навык-то есть полета влево. Точно в угол засунули. Вот, посмотрите. Вот, точно там. Я думал, он здесь. Нет, здесь нету. Ну все, падай вниз. Вниз, вниз, вниз. Низ, вниз, вниз. Сохраняемся. И он слева, вот там. Там, там даже не видно, есть ли он там или нет. Вот, точно там. Я специально еще обошел. Я же и здесь мог запрыгнуть. Вот в этом месте, вот здесь. Я же могу запрыгнуть теперь с помощью нового навыка. Наверное, могу. Но я обошел специально еще раз карту посмотреть. Ну и денег собрать, конечно, как-никак. 700 монет, да, почти набил. И осмотреть карту на наличие картошки, пока буду идти. Там ее не было. Повезло. Налево, налево. Сохраните меня. Сохраните меня. Надо расчищать все, что здесь есть, нет? Тут же мины. Острашнее, конечно, призраки. Да, да, есть. Есть, 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 есть. Все. Сэкономили тысячу. Не пришлось идти обратно. Ну, тут, в принципе, определить картофель. Тут немножко подсказывают. Обычно это большой зал какой-то. Где почти очевидно, что он там находится. Пока я его, конечно, не увидел. Я бы и не вспомнил, что здесь. Твою ж за ногу, ну ладно. Ну, хоть не мина, мина совсем. Мина совсем плохо. Дело. Ой. Отлично. Ну, давай, РБ, да? Только выше. Надо это убрать, наверное. Будешь прыгать. И будет беда. Ну, все, прыгай. РБ, правильно? РБ, давай. Тут еще попади. Подожди деньги. Подожди деньги. Есть. Картошка вонючего. Подземелье. И сэкономили еще тысячу. А если в сумме, то уже 1750. Ну, первую мы купили, чтобы хотя бы вообще увидеть, что такое картошка. Как она выглядит. Остальные будем стараться находить сами. Все. Теперь бы вспомнить, где этот навык мне еще надо применить. В каком месте. Куда я не мог допрыгнуть в последнее время. Ну, кроме, 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 конечно, этого нашего. Все. Смотрите. Я вспомнил, куда. В этот. В озеро. Озеро преодолеть теперь можно будет от этих вот реки. Я не запрыгну, кстати, выше в пустоши. А вот озеро я уже преодолею. Мне как раз там чуть-чуть не хватало. Вот с помощью этой штуковины. Замечательно. Просто замечудненько. Теперь только надо теперь выйти снова назад. А, так я сейчас навык применю. Вот сейчас мы как раз и попробуем. Работает он вот именно если мне надо взлететь. Тоже мне уже не надо искать картошку. Попробую взлететь. А ну-ка. Да, вот теперь мы можем попасть в озеро. А, и попасть в магазин. Вот тот странный, кстати. Точно. Я же теперь в магазин могу попасть. А что же там в том магазине продается? У меня 2800. Можно даже сходить. Иди сюда. Это в красивом лесу. Самый дальний тут магазин. Дурацкий. Есть кто? А ну давай. М-м. Тут еще надо подпрыгнуть будет. Да нет, это невозможно. Слушайте, у нее не получается. Поэтому я не ошибся, что пошел в обход. Хотя, может мне просто не хватает какой-то, наверное, прыгущести легкой. А ну давай попробуем так. Вниз. Блин, ну не, не заталкивается. Хотя я думал получится. Там вообще монетка у нас сверху. Вон тут вот. А, монетка. Я понял, как монетка берется. Прыгать надо оттуда. Справа. Тут ты никак не залезешь. Понятно? Ну никак. Ну ты бьешься лицом. Ну что, тогда я выбираюсь, народ. Опять буду выбираться, наверное, без записи. Чтобы не загружать вас. Не получается. Может быть, как-нибудь. Но не сейчас. Ладно. Все, встретимся, короче, возле крота вверху. Или я не сразу выберусь. Не знаю, сейчас подумаю, как пойду. Но идти долго. Так, народ. Выбираюсь уже к деревне. Я же вспомнил, что мы еще петуха не сдали. Увидел нашего NPC. Стоящего тут. Поэтому сейчас к нему доберемся. Я уже тоже нафиг разбит, как вы видите. Это ужасно. Выбираться из подземелий. Своим ходом. Это просто ужасно. Тем более, когда они находятся друг на другом практически. Сейчас от этого убьет. Достал. Деньги, 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 деньги. Деньги. Должна быть какой-то портальчик. Ну, как везде. Ну, вот отойти своим ходом. Это жесть. Пять этажей. Привет. И все заново же воскресились. А, есть новости? Я убил этого моста и доставил курицу. Прекрасно. Давай ее сюда. Погоди минутку. Можно я ее ставлю себе? Выглядит прикольно. Нет, прости. Она очень важна для моей вакцин. Она поможет спасти тысячи бедных детей. И главное, я заплачу тебе за нее 500 монет. И вдобавок дам сыра и тыкву. А как она поможет спасти детей? Не знаю. Да, это неплохо. Спасибо. Давай забирай. Спасибо большое. Пока, чокнутый доктор. А еще поговорить? Снова ты. Как дела с вакциной? О, она сейчас стадия испытаний. Может пройти пара месяцев, прежде чем ее можно будет использовать. Хорошо. Ну скажи-ка, я не понимаю, как ты используешь эту кожаную курицу в рецепте вакцины? Друголовая кожаная курица сделана из смеси очень редких материалов, которые при реакции с некоторыми бактериями могут... Ладно, хватит. Кажется, я понял, как это работает. Спасибо тебе, мне пора. Пока. Все. Давайте выбираться. Деревня вон уже вверху. Осталось только, конечно, пройти ад. Самый настоящий. Вот здесь вот надо пройти ад. Вот с вот этими вот призраками долбанными. И трясущимися камнями. Я даже без сохранения попер, представляете? Настолько в себе уверен. Ну все, на выход. Если, конечно, никто не ударит сейчас. Деревня, привет. Ух. Я выбрался. Ну и вон нафиг. Крот. Если что, там крот есть. Там можно туда свалить и подлечиться. Жесть какая-то просто. Наконец-то я думаю. Это ужас. Понимаешь, я подземелье что-то мне больше всего томило. Не так утомил лес. Не так утомил второй лес. Смотрите, пиво падает прям со всех. Когда у тебя, короче, заканчиваются ресурсы, я только заметил, что начинает выпадать пиво. Когда у тебя много, фиг что выпадет. Я уже восстановился. Смотрите, уже три таких пива. Два таких. Сыра уже два. Сыра мы собрали, но все же. Так, мне надо пойти подлечиться камень. Я знаю вас. Ресурсы покупать, наверное, не стоит. Они реально выпадут. И жалейте о том, что я, например, на боссе потратил очень много. Фигел просто. Очень много ресурсов, наверное, тоже не стоит. Главное его победить. И чтобы у тебя хватило вот этих самых ресурсов на того самого босса. Поэтому надо забивать карманы. Вдруг, если мы мало что найдем, чтобы у нас всегда было что-то с собой. Один раз жалко только. Можно с ним два раза можно было. Было бы круто. Так, в таверну сдаем еще один квест. И нам должны дать то ли прием, то ли оружие. Я уже забыл, что она там предлагает. Таверна Палец. Вонючий который. Вот он. Ну, я нашел ожерелье или что там, подвеску. Да. Я нашел ее. Должно быть, это она. Подвеска твоей старушки. Кстати, она жива или как? Моя мама. Да, жива. Отжигает в городе далеко отсюда. Может, про нее сделают целый спин-офф однажды. Круто. В общем, да. Это моей матери. Спасибо. Теперь давай научу тебя этому классному приему. Нет, все-таки прием. Один мощный выстрел моего оружия, который наносит много урона. Ух ты, это действительно очень мощно. Не могу дождаться, чтобы попробовать этот прием на каких-нибудь местных монстрах. Используй его осторожно. И уничтожь сам знаешь кого. Уничтожь. Спасение деревни это достижение, которое может принести мне пожизненное пиво за счет заведения. Иди давай. Пока. Привет. Привет. Есть еще приемы, которые могу научиться? Какие-то квесты, секретная техника, чтобы побрить ноги. Нет. Пойду тогда подставлю. Подостаю, вернее, кого-то другого. Давай. А что у тебя можно купить, кстати, дружище? Ничего. В тот магазин, кстати, надо еще сходить. Да. Магазин в красивом лесу, куда можно теперь допрыгнуть с помощью моего суперного приемчика. Блин. Покажите мне мой навык. Какие кнопки жать? Вот он. РТ. Один мощный выстрел моего оружия, который носит много урона. Какого оружия? Ого. Так он всю ману у меня убирает. А что он так недалеко летит? Ну да, 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 да. Это лучше, чем выстрел из подмышки. Но маны надо побольше иметь. Хорошо. Ладно, давайте в лес еще красиво избегаем. Раз у меня теперь я могу. А мне сбегать надо в магазин с помощью крота? Или пешком? Ну что, опа, я уже здесь. Это быстрее, чем у крота, согласитесь. Так, ладно. Сейчас главное нам не сдохнуть здесь. Но если что, камень лечения есть. И добраться до этого чертова магазина. Отлично, пока получилось. Есть все вообще великолепно. Есть еще что-нибудь ценное здесь на территории? Ну привет, магазин. К тебе хрен доберешься. Наверное, бизнес процветает, мне кажется, да? А это даже не магазин. Это квестодатель. Это магазин. И что ты тут продаешь? И что за камешки? За три тысячи. Ну хоть хватит. Эти корки сбросил дикий кабан. Они ужасно мерзкие, но каким-то образом делают мою кожу прочнее. За три тысячи. Ну это того стоит. А что за бутылку? Эта грабпа просто лучшая. Крепкая, вкусная. Постоянно добавляет 10 МП. Еще 800. Не хватит. А это что? Эта карта оказывает местонахождение секретного серебряного оружия. Серебряная, хоть бы назвали это место, где она находится. Но все равно денег не хватит, конечно. Ладно, давай берем артефакт. Это важнее. Это важнее. Все-таки это лавка. Так. Здесь я открыл корки дикого кабана. Теперь меня будут бить дольше. Где она? Вот, третья. Полученный урон 80%. Прикольно. Минус 20%. 700. Мне еще сотенку бы набить. Было бы здорово. Все, карты у тебя нет здесь? Я продал тебе две косточки. А что я сделал? А что я сделал? Я же хваток сделал, да? Что-то еще продал. Что еще ему продал? 925. Продал все-таки. Только не с первого раза. Так, ну давай свою карту. Не, карту аж не куплю. Давай свою бутылку. Граппу моего дедушки. За 8 минут. Что так дешево? А 2000 мне, по-моему, стоило, да? Ну ладно, не важно. Спасибо и на это. Еще глаз, кстати, могу продать. Хочешь, глаз продам? Он вполне такой дорогой. Как хотелось бы. 150. У меня 1075. Но остальное я тебе не продам. И не проси, потому что все остальное это важно. Могу еще картошку сдать за ноль. Нет, она не продается. Надо, давай это за свою фигню. А оружие я поищу еще пока. В надежде, что найду. Давайте хлебнем и эту настойку. 110, поздравляю нас. Как раз камень здесь недалеко. Сейчас пойдем быстренько подлечимся. И будем иметь полный. Полный запас всего. Кстати, вот эту вот подвеску или ожерелье, или как оно там. По идее, я не должен был вытащить без вот этого навыка, который у меня появился. Но мы все равно допрыгнули. Допрыгнули, да. И картошку предыдущую взяли тоже без навыка. С средствами, которые были у нас в доступе. Видите, даже делаем невозможное. В некоторых местах. Там, где, по идее, запрыгнуть не должны. Запрыгиваем. Ну все. Very super good. Поднимаемся вверх, там крот. И на этом, наверное, заканчиваем. В принципе, всем доволен. Довольно интересно исследовать локацию. Единственная претензия, это выход из этой локации. Но это очень долго. Но очень долго. И очень, и очень надоедает убивать всех заново. Проходя туда-сюда, потом опять. Обратно. И повторять это снова и снова. Какая-то должна была быть кнопка типа телепорта, чтобы возвращался бы назад. Ну хотя бы, не знаю, на первый уровень хотя бы. На первый. Не в деревне, а на первый бы. Это бы было бы оно. Ну все, друзья. Дальше у нас озеро, которое мы теперь можем перепрыгнуть. И давайте тогда договоримся так. Если в озере не найдем серебряное оружие, тогда я пойду куплю подсказку. За полторы тысячи. Хотя не хотелось бы. Учитывая, что мы исследуем каждый угол, мы наткнемся на нее. Но, может быть какая-то секретная комната. Это не исключено. И поэтому, да, могут быть трудности. Так, возвращаю. Третий уже подряд. Зеленая, синяя и красная. Три картошки. Три подряд найдены в трех подряд локациях, которых мы были. Ни одну не пропустили пока что. Что мне менее важно. Наверное, вино. По 20 мп. Хотя у меня теперь есть суперудар. Теперь важно. А до этого нет. Невидимость. Пока не нашел способа, зачем она нам нужна. Книгу одну оставляю. Пусть будет лучше здесь. Один аж пью ровно то, что пока не придумал для чего. Тыквы. Восстанавливает 100 манны. Вот тыквы пусть копятся тут. И сыры пусть копятся тут. Обойдусь вот этим вот, то что у меня есть. Хотя там тоже... О, давай я это здесь положу. Или не надо? У меня еще нож кстати есть. Нет, давайте наверное не будет. Давай вот это я с собой возьму. На всякий пожарный. Вдруг на босса выйдем. А другие сыры мы с вами точно отыщем. И нам хватит того, чтобы просочиться дальше. Крепкое, вкусное восстанавливать. Нет, давай это тоже сбросим на более серьезных боссов. Вот это вот. Будем расходовать. И вот эту мелочь будем расходовать. И вот эту. По 50 это довольно много. С вами два раза точно восстановим здоровье. Ну плюс еще ко всему. В новой локации мы обязательно найдем сыр. Или чего-то еще лучшее. Ну а пока все. Жаль, что оружие не нашли в этой серии. Хочется уже заменить эту мотыгу. Мотыгу. И будет обидно, если это оружие где-то находится недалеко. Вот эта подсказка за полторы тысячи как раз к этому, наверное, бы нас подтолкнуло. Но, есть одно но. Но, я бы эту подсказку не купил, если бы не получил вот этот навык. Значит, серебряное оружие находится не в предыдущих локациях. Скорее всего, в следующих. Под 100%. Бабочка, он смотрит, полетел. Прикольно. Все, друзья, на этом все. Сохраняю, чтобы прогресс остался. Очень здорово мы с вами здоровье прокачали. Кстати, тоже, не найдя секрет, мы бы не нашли бутылку на плюс 30. С боссом было бы тяжеловато себя чувствовать. И побеждать его. Но, благодаря секретной комнате, мы нашли мега супер бутылку. Одну купили, и одна у нас была. И одну маны чуть-чуть прокачали. А теперь у нас есть супер-пупер удар, который будем применять на боссах. Только надо делать это вплотную, возле босса. Все, друзья, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий в нашем ведроголовом рыцаре. Пока.